всем привет сейчас у нас наступило лето зацвели цветы зацвел у нас иван-чай я хотел давно показать вам как сделать домашний ван-чай очень вкусный полезный я делал это уже не первый год я делал в данном случае гранулированный чай вот у нас сырье иван-чай собирается в стадии бутонизации и начала цветения самые накопления лучше микроэлементов и полезности всех поэтому собираем по 15-20 сантиметров от верхушечки я да не успел заснять вспомнил поздно что уже как бы из меня произошла ферментация сырья а так срываем стебельки кому сколько нужно можно такую большую хапочку кто сколько хочет 100 сколько выпьет в будущем затем снимаем со стебелька листочки это делается очень легко то есть буквально зажимаем его меж пальцей и по столику проводим у нас набирается листочки одни листочки вот они в пакетике вот складываем пакетик можно и цветы сами если попадают это еще лучше будет затем когда у нас собраны листья мы завязываем плотно пакет отжимаем воздух полностью весь и вот в таком виде отправляем на солнышко если солнышко нет то можно на кухне у меня проходило все на кухне на верхнем ящичке где большая температура и там лежала у меня полтора дня то есть происходит ферментации листа уже первая ферментация вот она мне пришла и сейчас я начал это все дело перекручивать вот листочки они должны быть у вас уже такие мягонькие то есть он хрустеть не должен вот он уже не хрустит значит он готов сейчас я его буду перекручивать на мясо вот таким образом обычным образом как мясо крути он легко крутится никаких проблем вот он зелененький у нас я поставил большую сеточку крупные чтобы гранулы были покрупнее вот собственно у нас крутится получается такая масса зеленая все это складываем в эмалированную кастрюльку либо стеклянную посуду чтобы не было окиси потом мы это все дело уплотняем в кастрюльке надо все дело так вот можно рукой когда она нас будет полная ну вот так вот все уплотняем вот и в таком уплотненном состоянии накрываем тряпочкой влажной тряпочкой и ставим в теплое место также в теплое место где она у вас есть на кухне или на лоджии сейчас довольно жаркая погода и там стоит у вас у меня занимает где-то еще дня два то есть мы периодически нюхаем раз в день открываем тряпочку увлажненную тряпочку и нюхаем когда мы ощущаем запах цветов цветочков либо уже фруктовый такой запах он у нас готов что будет дальше я вам покажу а пока крутим и оставляем на фермитизацию дальше но вот мы перекрутили листья ванчая сейчас мы это дело все уплотним вот у нас уплотняется у меня получилось двухлитровые кастрюлька эмалированная довольно плотненько это все дело сейчас запах у нас идет в принципе обычной коршиной травы будем дожидаться когда запахнет цветочками и фруктовым ароматиком вот я увлажнил полотенчика довольно толстенькая и закрываем все это дело так и ставим самое теплое место где она у вас есть я на кухне поставлю на шкаф думаю что через два дня все у нас уже получится и покажу что нужно делать дальше вот прошло полтора дня процесс ферментизации у нас закончился запах у нас приобрел года фруктовый запах цветочный он стал нас такой темненький все сейчас у нас будет процесс сушки сейчас покажу как это будет происходить взяли противень положили пергаментную бумагу берем наш чай будущий чай пока ты еще у нас такая масса и выкладываем это все на букву вот сейчас мы это все дело раскладывал потонше свой дела в идеале вообще можно разделить на два раза я получилось где-то сантиметра два все камушки раздробили вот и в таком виде мы отправляем это в духовку будем сушить при температуре 40 50 градусов можно 60 но не более того периодически помешивать раз в 10 минут можно даже почаще все оставили иван-чай в газовую плиту не до закрываем ее немного чтобы было пространство обмен воздуха чтобы температура не поднималась высоко и сушим при таком положении вот он процесс сушки идет сейчас мы перевернем в первый раз влага уже стала выходить так периодически помешивая каждую минуту 10 будем досушивать ну вот процесс сушки меня занял где-то часа два почти что часа два я периодически помешиваю каждые 10 минут вот из-за того что слойчик у меня был сантиметра полтора два из этого заняло больше времени а так если у вас два протяжка противня то вас процесс сушки займет меньше вот он меня высох вот он выглядит так абсолютно сухой чай выглядит как обычный гранулированный вот он у нас такой от него идет запах приятненький сейчас мы будем раскладывать просто в стеклянную баночку вот чай у нас баночки сейчас я положу на всякий случай ватный диск если какая-то влага осталась пусть он ее возьмет на себя он высох хорошо поэтому я не переживаю просто на всякий случай и сейчас плотной крышечкой закрываем наш чай вот так вот и оставляем шкафчики в темном месте буквально через месяц даже я бы сказал через месяц-полтора вкус его будет только улучшаться чем дольше он у нас стоит тем вкуснее он будет приятного чай питье